Даже нынешний уровень ставок не способен обеспечить стабильность российской национальной валюты. Доллар впервые с марта 2022 года поднялся выше 105 рублей, евро – выше 110. Министр финансов Антон Силуанов утешает всех тем, что это хорошо для экспортеров. А прогрядущее на последнем в этом году декабрьском заседании Совета директоров Банка России повышение ставок призывает не думать. Как он выразился, иначе сбудется. О чем еще, следуя логике министра, лучше не думать, и о том, кто для россиян важнее – экспортеры или импортеры, сейчас и поговорим. Здравствуйте! Сегодня вторник, 26 ноября. С вами Максим Блант и свежая новость дня. Курс доллара нынче утром впервые с марта 2022 года поднялся выше 105 рублей, а евро – выше 110. Прошлогодние рекорды, вызвавшие в свое время столько шума, пали. И это несмотря на рекордную за два десятилетия ключевую ставку Центрального банка. При обычных обстоятельствах тот разрыв между ключевой ставкой и официальной инфляцией, который существует сейчас в России, привел бы к бурному укреплению национальной валюты. Покупать облигации, размещать деньги на депозиты или просто давать в долг на межбанковском рынке под нынешние проценты в валюте, и покупательная способность, которая падает в три раза медленнее – мечта. При обычных обстоятельствах страну еще год назад хлынул бы поток долларов, евро, юаней, йен, швейцарских франков, а рубль стал бы самой быстрорастущей валютой в мире. Вот только в России сейчас обстоятельства совсем необычные. В дело вмешались международные санкции. На рынке и без того был дефицит валюты, а тут еще США добавили в санкционный список «Газпромбанк» со всеми его зарубежными дочками. И с 20 декабря последняя легальная калитка, позволяющая России получать валюту недружественных стран за торговлю газом с Европой, захлопнется. Да и с нефтяниками получилось неудачно. Практически все банки, которые те использовали для получения денег с иностранных покупателей нефти, тоже оказались в американском санкционном списке. Так что настроения на рынке понятно какие. Единственный человек, который не унывает, похоже, при любых обстоятельствах, это министр финансов Антон Силуанов. В падении рубля он усмотрел свои плюсы экспортерам облегчения. Ну и Министерство финансов с наполнением бюджета тоже послабко вышло. Что до повышения ставок, которое ни рубль не спасло, ни инфляцию не остановило, а только нанесло дополнительный удар по тем, кто наполняет рынок товарами и услугами, а бюджет деньгами, то тут у Силуанова есть прекрасный рецепт. Позволю себе маленькую цитату из его сегодняшнего выступления на каком-то очередном финансовом форуме. Итак, цитата. Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном. Чудесный в России собрался кабинет министров. Глава Минсельхоза призывает молиться Илье Пророку о дожде. Глава финансового ведомства, то ли начитавшись романов Виктора Пелевина, то ли поучаствовав в марафоне желаний, предлагает заняться бытовой магией. А что, может и сработает. Особенно если про снижение ставок вместо повышения начнет думать глава Банка России. Что до падения рубля, то выгода экспортеров для россиян утешение слабое, поскольку у россияне гораздо больше зависит от импортеров и тех цен, по которым они закупают товары. А какие цены будут при 105 рублях за доллар, 110 за евро, догадаться несложно. Тем более, что эти рубежи отнюдь не последние. Все только начинается, и до 1 рубля еще ох как далеко. Сделать с этим никто ничего не может. Так что лучше последуйте рецепту министра и перестаньте думать, причем совсем. И тогда настроение у вас будет всегда такое же радужное, как у российского министра финансов. А у меня на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok